Сегодня у нас пройдет круглый стол, мы будем обсуждать принятую стратегию государственной национальной политики, которую 19 декабря подписал президент России Владимир Владимирович Путин. Мы будем обсуждать так называемый русский вопрос, как его решать, не в каком-то технологическом, наверное, смысле и плане, а как его решать, если мы себя поставим на место чиновников, государственных деятелей. То есть, какие законодательные акты нам стоит изменить, чтобы русский народ был наделен правосубъектностью и национальным суверенитетом. Я, пожалуй, начну с некой вводной. Мой доклад сейчас находится у вас в руках. И на всех темах я застрять внимание не буду, потому что у нас будут докладчики сегодня по этим темам, так сказать, более опытные. Я остановлюсь на других моментах. По поводу стратегии национальной политики, может быть, только стоит отметить, что принятая в 1996 году еще стратегия национальной политики, тогда принятая еще Тишкову, она провалилась. Это можно консентировать, причем это не то, что мы это консентировали, мы собрались, вот на круглом столе говорим, Тишков провалил государственную политику. Это признал Сурков. 20 октября 2010 года на встрече с чеченской молодежью он заявил, что, цитата Суркова, политика мультикультуральности, он так сказал именно, провалилась. И наша задача не пассивно ждать, когда умные дяденьки из Москвы, из Грозного и Нью-Йорка придумают очередную теорию, как нам жить друг с другом вместе и как друг друга понимать. Мы сами участники этого процесса, и каждый из нас должен проводить свою личную межнациональную политику. То есть в 2010 году высоким чиновникам было признано, что в России отсутствует внятная единая федеральная национальная политика. Ее нет, и каждый ее может понимать как хочет. Хорошо или это плохо, вопрос уже второй. И первичный тот факт, что авторы концепции на шестого года, Академия Тишков, провалились, стоящие перед ним задачи. И до 19 декабря включительно шло обсуждение уже новой стратегии, проекта-стратегии, которая принята уже, и она у нас будет действовать аж до 2025 года. Будет ли она действовать, мы не можем сказать. Ее авторами вновь стал Валерий Александрович Тишков, а к нему присоединился некогда его оппонент, идеологический Рамазан Каджимурадович Актулатим. И если вспоминать концепцию 1996 года, многие говорили, что вряд ли кто-то ее воспринимает всерьез. На самом деле это не так, потому что чиновники воспринимают такие документы, как стратегия, как некую правовую доктрину, на основании которой пишутся законы проекта, формируются целевые программы, в том числе, как мы понимаем, на Северном Кавказе. И в конце 1996 года как раз было сказано, пункты, как поставили следующие цели у стратегии. Достижение поддержания стабильности прочного международного мира и согласия на Северном Кавказе, поддержка соотечественников за рубежом, странах СНГ, Латвии, Литвии, Эстонии, содействие в развитии их связи с Россией, осуществление специальных программ занятости в трудоизбыточных регионах, мер по подъему депрессивных районов, в первую очередь, в центральной России, на Северном Кавказе. А сегодня, уже в 2013 году, мы можем сказать, что из всех этих целей затронут только целевые программы на Северном Кавказе. Никаких целей в программе по поддержке центральной России так и не было. То есть это одни из провальных пунктов концепции. Что я хотелось отметить, мы часто говорим, что многие чиновники, в том числе и в Москве, путают термин национализм, ксенофобия, шовинизм. И зачастую слово «национализм» звучит как некое отрицательное словечко. И нужно четко определять, что национализм – это политическая идеология. И вот как раз в конце, в конце того года было написано, что с национализмом государству нужно бороться. Вот мы часто думаем, а почему с национализмом чиновники хотят бороться? Потому что написано в документе, который подписал президент. И эта формулировка про борьбу с национализмом, она была перенесена и в новую стратегию, которая у нас подписана 19 декабря. Там формулировка вообще очень интересная. Я зачитаю. Написано следующее. Это действующая концепция, которая подписана 19 декабря 2019 года. Национализм представляет реальную угрозу государственной и общественной безопасности страны, взяты на вооружение международными террористическими организациями и отдельными специальными службами за рубежом. Это первый момент. И второй пункт. Обеспечить реализацию мер, направленных на противодействие проявлением неофашизма, любых форм расовой дискриминации, агрессивного национализма и ксенофобии. Здесь вообще непонятно, с точки зрения даже юридической техники, для чего в доктринальном документе перечитать такие синонимы. Неофашизм, агрессивный национализм, ксенофобия, слова-синоним. Но Тишков, Аппулотипов наверняка определенную цель в это вносили и ставили. Поэтому претензий к стратегии много. Сегодня только нужно отметить, что существует вектор, который предлагает альтернативу НЕКУ. И этот вектор, в том числе, наверное, присутствует сегодня здесь. Просто нужно определиться, что делать. Потому что до 19 декабря мы понимали, что можно предлагать альтернативу, можно вносить какие-то поправки, изменения в стратегию, которая должна быть принята. Сегодня она уже принята. И нам нужно понять, что делать дальше. Пытаться бороться с ней, либо создавать какую-то альтернативу. К второму пункту перейду, который сегодня мы будем обязательно обсуждать, это касаемый статус русского народа и его закрепление в Конституции. Я считаю, что закрепление статуса русского народа и Конституции должен идти вне зависимости от политических требований по приравниванию национальных республик в составе Российской Федерации по статусу к областям и краям. Многие говорят, зачем нам, русским, эта запись в Конституции. Но ведь пенсии и зарплаты от этого, мол, не увеличатся. Не совсем так. Если мы будем анализировать, чем же наделены народы национальных республик, то мы обнаружим, что малые народы национальных республик российских обладают национальным суверенитетом. То есть они существуют юридически, а не только исторически и фактически, как существуют русские сегодня. И обязательно зачитаю Конституцию Удмуртской Республики. Наверное, многие из вас ее читали, но эта формулировка, она на самом деле уникальна. Конституция Удмуртской Республики, статья 1, часть 1. На основании воли изъявления многонационального народа Российской Федерации Удмуртская Республика, государство в составе Российской Федерации, государство в составе Российской Федерации, исторически утвердившееся на основе осуществления Удмуртской нации и народом Удмуртии своего неотъемлемого права на самоопределение и самостоятельно осуществляющий государственную власть на своей территории в соответствии с Конституцией Российской Федерации. У нас государство, Удмуртская нация. И часть вторая. В Удмуртской республике гарантируется сохранение развития языка и культуры удмуртского народа, языков и культуры других народов, проживающих на ее территории. Многие люди, я процитировал в том числе Егора Хромогорова, он предложил взять за основу Удмуртскую конституцию, чтобы предложить проект изменения российской конституции. Здесь ничего придумывать не надо. Буквально нужно в этой формулировке поставить вместо Удмуртской нации русскую нацию. И появится замечательная формулировка, которую большинство может удовлетворить. То есть на основании воли земления своего многонационального народа Россия – это государство, исторически утвердившееся на основе осуществления русской нации и народного России, своего неотвенимого права и так далее. Замечательная формулировка. Если обратись по другим конституциям, то можно отметить, например, конституцию республики Татарстан, где написано о татарском народе. Конституция республики Карелии сказана о развитии карелов, вепсов и финнов. Конституция республики Алтай, где написано, что алтайский язык является основой национального самосознания алтайского народа. Но стоит отметить якутскую и калмыцкую конституцию, которые внесли в свои конституции русский народ. Например, конституция республики Калмыкия сказана, что республика Калмыкия всемерно содействует сохранению самобытности и этнической неповторимости традиций калмыцкого, русского и других народов республики. И это правильно, наверное, даже здесь стоит политическое требование, наверное, какое-то выдвигать, чтобы, по-хорошему, все национальные республики должны в своих конституциях упоминать о русском народе. Это было бы правильно. И совершенно другой способ закрепления своего национального статуса выбран в конституции республики Калмыкия. Они ничего не говорили о том, что республика Калмыкия, в конституции не содержатых упоминаний о Калмыкии как народе, у них упомянута конституция общественное движение Калмыкия Вайтыр. А в уставе этой конституции говорится, что межрегиональное общественное движение Калмыкия Вайтыр является общественным объединением физических лиц и граждан Рартистик Федерации, относящих себя к Калмы народу, содействующим формированию гражданского общества и достойному развитию Калмы народа. Конституция республики Калмыкия наделяет общественное межрегиональное движение Калмыкия Вайтыр законодательной инициативой. И это абсолютно новелла вообще во всех конституциях всех национальных республик России. То есть народ Куми может выражать свои интересы в правой плоскости посредством данного движения, которому конституция республики представляет исключительно право законодательной инициативы. И тут встает вопрос как раз придания субъектности русским подобным образом работы над созывом русского народного собрания. Это такая же важная и необходимая работа, которую нужно делать. И этот институционный метод к решению проблемы отсутствия субъектности у русских. Этот подход предполагает наделение правом законодательной инициативы межрегиональное общественное объединение, специально созданное в целях представительства национальных интересов русского населения в России. Но даже создав межрегиональное общественное объединение и получив право законодательной инициативы для русских, это не решит проблему наделения русского народа статусом государства образующего. И не закрепит тот факт, что российское государство – это государство русских. Поэтому работа по изменению Конституции, включение в нее записи, на наш взгляд и взгляд других экспертов, была бы идеальна как раз по опыту Удмуртской Конституции. То есть мы считаем, что работа должна вестись с двух сторон. С одной стороны, это работа по созыву Всемирного Русского Народного Собора, не Всемирного, простите, Русского Народного Собрания. Я думал о другом, наверное, да. И одновременно требовать изменения Конституции по примеру Удмуртской Республики. И последний момент, который мы сегодня упоминаем по поводу, кого я считаю русскими в России. Я как юрист всегда хочу опираться на какие-то документы. Я не хочу обсуждать этот вопрос, кто такие русские, с точки зрения историка, археолога и так далее. Как юрист я могу сказать, что каждый человек может доказать, что он русский только с помощью каких-то документов. Этот документ у нас сегодня один, свидетельство о рождении, где прописано национальности. Уже нет, уже свидетельство о рождении нет. Нет, ну, все-таки, если говорить по советскому, я даже свое свидетельство о рождении принес. Да, я сейчас достану его. Да, сейчас вы в рождении не пишете. С них про спорта не пишете. А я их пожелание пишу. Пожелание? Да, я сейчас скажу. Да, я еще родился в Советском Союзе. 87-й год у меня дата рождения. То есть я с помощью документа свидетельства о рождении могу доказать, что я русский. У меня национальности родителей русский и русская. Что это говорит? Да, по поводу нового свидетельства о рождении. Значит, оно выглядит в другом формате. Она вот такой, формат А4. Написали, что есть о рождении, которое сейчас вот удают. И там также есть графа национальность у родителей, у обоих. Но эти графы заполняются уже по требованиям. То есть нужно, когда вы своего ребенка регистрируете, нужно обязательно требовать, чтобы эти графы заполнялись. Хорошо, что они по желанию владельцев. Да, и здесь тоже считаю как раз политическим. Обязательно нужно вести политическую пропаганду, чтобы обязательно молодые родители требовали заполнения этой графы. Потому что в будущем это поможет детям доказать свою национальность. Я считаю, что необходимо уходить от принципа национального самоопределения. Потому что здесь возникает вопрос, почему каждый должен выбирать свою национальность, если эта самая национальность передается нам по признаку крови от родителей. И в связи с о рождении у взрослых людей большинства эта национальность указана. Почему мы должны отдавать это право на самоопределение? Мне теперь непонятно. Поэтому да, нужно поддержать законопроект, который фракция КПРФ сегодня внесла в Госдуму о паспорте гражданина Российской Федерации, в котором содержится положение графе «Национальность в паспорте». И согласно этому проекту закона отметки в паспорте будут делиться на обязательные и те, которые предоставляются по желанию гражданина. И к отметкам, которые предоставляются по желанию, относятся национальность, ИНН, группа крови и резус фактор. Можно было идти дальше и вообще внести пятую графу в обязательные параграфы. То есть необходимо добиваться, чтобы пятую графу заполняли не просто по желанию, а с представлением доказательной базы. Показываешь паспорте, в столе свое свидетельство о рождении, свидетельство о рождении своих родителей, то есть доказываешь, какой национальность ты принадлежишь, тогда эта графа заполняется. Потому что даже не говорим, уже те, кто родился после 90-го года, может быть не указано это, но есть и детство о рождении ваших родителей. Их можно предоставить, потому что в советских документах эти все графы заполнялись в обязательном порядке. С 74-го года. Сделаю поправку. Поэтому графа национальность должна быть обязательной. Паспорте России, как в СССР, как в 74-го года. Это важная информация, которую необходимо закреплять. Бороться надо с дискриминацией по национальным признакам, а не с национальной идентификацией. В этом ошибка нашего государства и либералов. Они считают, что любое упоминание о национальности, тем более, если речь идет о русских, обязательно идет к распаду государства. По перебесу населения русских в России 80%. Это мощный объединяющий признак. Это нельзя забывать и его нужно использовать обязательно. Это вот три таких пункта, которые мы сегодня обсуждаем. Стратегия, Конституция и кого считать русскими. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...